От чувственно малого до волнующего большого. Красоту любого бюста подчеркну белье Фелина и купальники из новых коллекций. Салон белья Фелина. Пугачева 5. За то время, что съемочная группа работала в офисе фонда «Верю в чудо», она, кажется, переделала столько дел, что обычному человеку и за неделю не успеть. Хотя она, София Лагутинская, уверяет, обычная я. Все, на самом деле, очень просто. Я обычный человек, житель Калининградской области, воспитывалась и проживала в многодетной семье. В семье Лагутинской четверо детей. София четвертый, младший ребенок. Ребенок, выросший в любви и каком-то, если не понимании, то так точно ощущении. Нежность и забота может этот мир изменить. Ну и начала менять. Отвлеченная помощь детским домам, когда большой компанией отправляешь тем, кому очень надо. Игрушки, вещи и чувствуешь, что делаешь что-то важное, закончилось как-то внезапно и очень неожиданно. Когда одна из нянечек, замечательный человек, она сказала, что друзья такие активные, молодые, целеустремленные. Ну просто вот, знаете, что не все то, что вы приносите, доходит до детей. Уже тогда 17-летняя девушка твердо решила для себя. Счастье – это труд. И начала трудиться. За 9 лет, что существует фонд «Верю в чудо», она сотни раз чувствовала, что трудиться больше не может. Но со спокойствием и непонятно откуда взявшейся зрелой мудростью шла дальше. По сути, можно уходить после каждого события. После того, как перед тобой закрыла очередную чиновник дверь, или сказала, что не нужно, то, чем мы занимаемся. Или родители выплеснули свои какие-то негативные эмоции, просто потому что нужно на кого-то это выплеснуть. Или потому что ребенок там, который сто дней лежит, прикованный в капельнице, да, и не хочет ни с кем разговаривать, он на тебя это выплеснул. Разная история абсолютно бывает. Важно быть стойким в этом вопросе, потому что уйти можно, правда, после любого события. И когда санитарка скажет, что вы пришли не вовремя проводить творческие занятия. А они так любят это говорить? Любят. И так нелегально они это говорят? Да. Есть такое? Ну, ничего. За время нашего интервью, между телефонными звонками, визитами тех, кому понадобилась помощь и совет, мы все пытались выяснить, какая она, София Лагутинская, ее мечты и планы. Но пару дежурных фраз из вежливости, и она опять говорила о детях, что ждут помощи в больницах. И о депутата горсовета. И даже то самое чудо, в которое она так верит, тоже оказалось обыкновенным. Вот. А здесь зимний сад красивый. И можно будет, естественно, по безбарьерной среде сюда вот так выпититься на колясочке, либо на кровати своей. И, в общем-то, здесь попродить. Будет безбарьерная среда, красивая детская площадка. Это София про строительство детского хосписа, необходимости которого фонд «Верю в чудо» убеждал правительство несколько лет. Сегодня этот проект носит волшебное название «Дом Фруппола». Сказочный мир для тех, кому сказка очень нужна. Вообще в уютном офисе «Верю в чудовцев» волшебного много. Вот, к примеру, прямо посередине растет дерево исполнения желаний. Кто-то из детей ставит цель «хочу быть архитектором», «хочу быть врачом», «хочу научиться правильно понимать человека». То есть это цели, которые дети, опять же, повторюсь, пережившие онкологические заболевания, дети возраста от 12 до 16 лет, именно на этой группе были, это их дерево, они ставили себя на реабилитационную программу. Да и наличие этого офиса с видом на храм, что для Софии важно, тоже ведь волшебство. Его предоставляют фонду в аренду безвозмездно, то есть даром. Только бы получили и дождались помощи те, кому она необходима. А вообще это ведь не единственное место работы Софии. В отрыве от волонтерства она серьезный человек, пиарщик в мебельной фабрике. А еще есть семья, которая ждет, но все понимает. Такой у нее выбор. Если бы они просили меня выключиться, я бы навряд ли могла опереться на такую семью. Поэтому они понимают, что жизнь моя такая. И я очень рада, что семья включается. Семья является поддержкой. По многим вопросам у меня родители своей пенсии каждый месяц делают отчисления, по-попопопам подарочек и так далее. Поэтому все как-то участвуют. Брат у меня, супруга приезжает из Москвы на как раз реабилитационные программы проводить в качестве волонтеров. Поэтому как-то себя или вынуждены, или сама желают включиться. Мне сложно за них сказать. Но за семью можем сказать мы. Родная сестра Ева работает в фонде с первого дня основания. Давать интервью она отказалась, заскромничала. Но за кадром призналась, что их мама очень переживает, что пока ее маленький герой София спасает мир, она очень мало ест и спит. За прошлый год адресную помощь от фонда получили 126 детей. Другими словами, 126 детей получили возможность говорить о себе в настоящем времени и даже строить планы. И кажется, пока такая возможность есть, сон будет заботить сотрудников фонда в последнюю очередь. Лет через 30 София видит себя многодетной мамой, и все ее дети будут волонтерами. И будут также верить в чудо, пусть даже и обыкновенное.